Привет! Писать мне лень, поэтому расскажу в двух словах короткую историю о постановлении Кабинета Министров, которым запрещен выезд чиновников, госслужащих, я сейчас не о народных депутатах, за границей. Прежде всего о женщинах, я именно о них. Вот представьте себе, женщина-прокурор, молодая женщина-прокурор, работает в Славянске, работает там, прифронтовая зона, постоянные ракетные удары. У нее маленький ребенок. Она этого маленького ребенка вместе с бабушкой отправила в Польшу. Ее муж работает там же, в прокуратуре, они вместе работают в прокуратуре. Что получается сейчас? Эта женщина-прокурор не может поехать навестить своего ребенка. Вы спросите, а почему она его отправила? Она отправила, потому что она переживает за его жизнь. Она отправила, потому что она принесла присягу. И в том случае, если она ее нарушит, отвечать она будет по 111 статье Уголовного кодекса, по статье «Измена родине». Это очень тяжелая статья и очень большая ответственность. А если ее ребенок попадет в руки оккупантов, она прекрасно понимает, что она сделает все, как любой сделает все, для того, чтобы спасти своего ребенка. И она таким образом страхует себя от того, чтобы ее ребенок не был использован для давления на нее. Она продолжает служить нашему государству, нашей стране, Украине. Она продолжает выполнять свои обязанности. По постановлению Кабинета Министров, она больше не имеет права навестить своего ребенка. Вы думаете, что кто-нибудь из профессиональных защитниц гендерного равенства, которые годами этим спекулировали, скажет, что это абсурд, выступит в ее защиту, найдет в себе смелость сказать, что это не тот случай, когда нужно говорить о гендерном равенстве? Нет. Никто не выступит. Никто, вы можете посмотреть на парламентских, профессиональных, защитниц молодых, которые нигде никогда не работали и всегда занимались отстаиванием прав, никто из них не скажет, что это абсурд. Этим указом эту женщину госслужащую и тысячи других женщин государственных служащих, которые не подлежат мобилизации, которые отправили своих детей в безопасное место и продолжают выполнять свои обязанности на своем рабочем месте, просто лишили возможности раз в несколько месяцев увидеться со своими детьми. Кому от этого стало лучше? Кому это принесло пользу? Какой в этом смысл? Я не могу найти ответ на этот вопрос. Я считаю, что кабинет министров занял неправильную позицию в этом вопросе. И я думаю, что этот порядок необходимо будет изменить. Вы знаете, если вот эта женщина-прокурор, это условный пример, вы же понимаете, что я его просто с головы взял. Если эта женщина-прокурор завтра пошлет всех к чертовой матери, напишет заявление о том, что она больше не будет работать в прокуратуре и займется своими делами своей жизни, лучше от этого никому не станет. Очередь желающих занять ее место, там в Славянске под снарядами, тоже не выстроится. Давайте об этом думать, давайте хоть иногда думать сначала, а потом делать. Это никоим образом, естественно, не оправдывает тех, кто, забыв о том, что идет война, позволяет себе неприличный отдых в военное время. Моя позиция заключается в этом.